Все, все, можем уходить. Какой смысл? Я уже фуловую полностью. Вы там долутали до конца? Ай, е-мое. Ща. Меня убили. Откуда? Тебя тоже? Откуда он сбрил? Серьезно, вас всех убил? Одним зажимом? Это, походу, софт. Сто процентов. Это сто процентов софт, про который писал весь чат. Скорее всего, это он. Hi, yo, друзья, всем привет. На связи Ryzen и добро пожаловать на новый ролик на тему Project Evo. Для общей картины это был однодневный вайп. Мы, в принципе, долго никогда не играем. Нас интересует только первый день, только PvP. И, в принципе, самое интересное всегда происходит на первых днях. В начале ролика был небольшой спойлер. Да, все-таки есть уже первые читеры в Project Evo. Это очень печально, прискорбно. Я, в принципе, этому максимально не рад. Но, тем не менее, эта игра и в каждой игре рано или поздно появятся читеры. Перед просмотром данного ролика хочу порекомендовать вам мой телеграм-канал. Там я публикую самую важную и интересную информацию о Project Evo, а также других проектах. Частенько разыгрываю ключ в пропуске на бета-тест и также есть в чате, где вы сможете найти себе тиммейта. Более того, в этом ролике я также спрячу два ключа. Уверен, что именно ты его и заберешь. Я вас редко о чем-то прошу, но в данном случае подпишись на канал, ведь мы добиваем 2000. Больше не смею вас задерживать. Приятного просмотра. Так, всем привет, всем здрасте. Все-таки мы долетели на новый сервачок. Нашел я денек, чтобы поиграть, чтобы подзаписать контентик. И, как обычно, начинаем наше путешествие с дороги. Что касаемо тиммейтов, все как обычно, все по стандарту. Возможно, к нам еще присоединится четвертый, но это мы еще будем принимать командным решением, пока думаем. Поэтому начинаем все-таки с дороги. А сервак новый, плюс-минус 20 минут ему. Да, нам, в принципе, это и все равно. Мы в любом случае долго здесь не задержимся. Поэтому как-то так. Поехали фармить дорогу и там дальше уже будем откидывать кибу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты че, маленький? Блин, я пол дороги проформил. Вы че? Начало вайпа вообще. Ну, такое, конечно, да. Что-то пробуем его долбануть. Просто ли получится у нас это? Че-то я его не вижу. Он, скорее всего, уже свалил, да? Блин, ну там было скрапа 400 плюс-минус. Хотя, не помню, короче. Ну, по 200 точно было. Можно было до ППШ изучить. Ладно. Не знаю, че. Надо двигаться тогда, строить сразу хату. И фармить, наверное, потом скрапать на нее. Посмотрим. Походу, это он там, да? Вроде как он деревце рубит. Ё-моё, че я сделал? Я даже это не буду вырезать. Пускай мне будет стыдно. Просто вставлю это. Я сам подошел и головой под топор поставился. Так. Все, работает вроде. Че-то, короче, с записью было. Мне показывало, что я записывал. Все, строительство хаты. Что, где я фармил. Ну, на самом деле, типа, счетчик времени шел. Но в галерее записи не оказалось. Там плюс минут на 18 минут. Вот. Короче, откинули кибу мы в нашем всеми любимом месте. Мы уже в третий вайп строимся на этом месте. Поэтому поближе к порту. И, в принципе, уже у нас здесь есть киба. Она в камне. Вроде как, да? И осталось ее... А, нет. Еще и, в принципе, нужно будет апать в камень. То, что у нас есть, наверное, main. Апнем все-таки железо сразу. Дверьки обязательно. Не забыть. И пойдем, наверное, дальше фармить. Вот. Тиммейты мои. Кто где. Кто-то, по-моему, дроп залутал. Скоро должен прийти домой. И кто-то прямо сейчас сюда гибнет. В обязательном порядке сразу же изучаем до ППШ. У нас плюс-минус тысячи скрапа есть. Парни поприносили. Я там еще с дороги налутал. Поэтому на ППШ хватит. Главное еще бадик найти. Потому что на РТшках мы почти что не были. То есть там, получается, дроп залутали. И, в принципе, все. Как-то так. Пришло время апаться. Улучшаем в камень. И что там у нас до железа? Так, слушайте. Там немного прям даже до железа осталось. Отлично. Кио почти готово. А, ну как немного. Еще половину. Кстати, забыл показать, что принести тиммейты. Я о них не забываю. Они, да, они тоже хорошо играют. Все помогают. Вот что у нас в шкафу основное засейвили. И тут, в принципе, по ящикам вот такие ресурсы. Ну, начальные пока что. Довольно-таки неплохо, я считаю. Плюс мой инвентарь. Ребята уже пошли, получается, на порт. Я остался. Принимаю решение изучить динамит сразу же. Я думаю, что мы на этом вайпе все-таки сразу начнем рейдить. Вот. Плюс веревок у нас уже очень много. Поэтому, в принципе, сейчас все ненужное выложу. И пойду догонять их на порт. Будем пытаться его зафармить. Хотя, это уже стало очень неудобно. На первых уровнях это уже не имбово. И довольно-таки трудно. Поэтому, ну, посмотрим, что как будет. Но зато и ресурсы там тоже очень хорошие. Всегда думаю, как же хорошо быть ютубером. Приходишь, тиммейты уже все тебе ботов расчистили. Приходишь и просто показываешь, какой лут выпал. Открываешь ящики. Кстати, очень важный момент. Внимание. С4 и ветряк. Вот, ребят, чем порт круче всего остального. Вот почему здесь нужно строиться обязательно. Желательно, конечно, не соло-игрокам. Но даже соло-игроки на второй день смогут вас спокойно лутать. Вот, поэтому мы на сервере 30-40 минут. У нас уже есть C4. У нас уже есть ветряк. Ветряк, кто не знает, нужен для турелей. И для зарядки батареи, для турелей, которые также идут. Поэтому вот как-то так, ребят. Это очень круто. Насчет ютубера это был прикол. Просто ребята раньше меня пришли и по-быстрому зачистили ботов посередине. Поэтому я прибежал, просто залутал, показал. Вот, как-то так. Сейчас пару ботиков нужно. Ты куда меня кроха толкаешь? Ё-моё, что это такое вообще было? Ты меня столкнул просто-напросто вниз. Здесь ботыст... Он вышел. Давайте нам теперь самое сладкое. Открываем оружейный топовый ящик. Блин, ну... Не, вообще ресурсы неплохие. Но очень жалко, что нет никакого ствола. Хотя бы калаш, либо X4. Там бы уже корячок скрафтили. А здесь у нас топ мачете. Ну, МВК много. МВК люк. На самом деле, это один из худшего, наверное, лута, который здесь мог заспавниться. О, гаражка. Хорошо, гаражка нам понадобится. На прошлом вайпе, кстати, пошли лутать эту же территорию, эти же ящики. Выпал калаш, насколько я помню. Выпало 2X4. И выпал МВК нагрудник. Так, что-то ящик не открывается, ладно. И выпал МВК нагрудник. Просто за 40 минут вайпа. Вот это было реально прикольно. Ну, в этот раз не повезло. Крохо, ё-моё, справа бут. Какой сюдой. Бегу, 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 бегу. Меня, походу, столб спас. А там дальше тоже боты есть, вот у меня или нет. Ладно, сейчас нормально, нормально. А в тебе что-нибудь было вообще? В тебе ресурсы были? А, ну, это пофигу. Так, вернулся на хату. Крохо говорит, пойду помою своего гуся и уснул, короче, в воздухе. В АФК вышел. Жестко. Первый раз. Нет, я видел, как типы засыпают на этих, на левах, на кабанах засыпают. Но чтобы в доме на воздухе, это первый раз такое. Зарядил телефон, мы обратно зашли в сеть, похавали, отдохнули немного. Такс. И у нас, в принципе, вот только-только выпал дропчик. Попробуем его залутать, зайти, что-то поглядеть. Вроде как сервер полный, но мало нам встречались люди. Кстати, выяснил, почему лагает игра. Абсолютно на любом сервере лагает очень часто первые два дня. Это потому, что сервера нагружены и всегда фризит, тэпает и подлагивает. Я-то думал, у меня проблемы с новым телефоном, но нет. Многие говорят, что первые два дня идет большая нагрузка на сервак, и поэтому идут лаги. А у меня еще есть запись плюс, поэтому сорян, ребят, сорян. Возможно, будет лагать. Блин, тут сколько? Трое, да? А у нас ППШ только у Крохи, только у него одного. Был один батик. Попробуй его убить, не знаю, если подпустят. Я минус, все, нет, я все. Я сейчас попробую возродиться, подожди. Не пушьте их, не пушьте. Там, по-моему, трое вообще. Тяни, 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 я подхожу, я подхожу. Вижу. Ай, я нокнул его. Одного нокнул. Лагает. Добивай, добивай. Отлично, хорош. Отлично, лутай с ними, лутайте их, лутайте сразу. Это у него, да? Ой, тут еще и красная карта, ой, хорош. Все, это можно на порт идти сразу. У меня, у меня патроны есть, я тебе потом скину. Ребятки. Заехали. Их трое было, короче, да. Ой. Привезли нам лута. Хорошо, отлично. Ну, хотя бы теперь... А, тоже ППШ? Короче, теперь у каждого ППШ. Отлично, вообще шикарно просто. Еще и дропчик скоро догорит. Да-да-да, он здесь сверху сидит. Это, походу, те же пришли. Пятнадцать вроде дал. Да он бомжик у тебя. Так, дропчик сколько там? Сейчас откроется, да? А, он забагался, короче, все. Ребят, на будущее, если забагался дроп, это я говорю своим подписчикам, то имейте в виду, подождите просто одну минуту-две, и он откроется. Просто нужно подождать. Поэтому не переживайте, он откроется, никуда не нужно выезжать и бросать его. Просто ждите, и все. Сейчас зеленочку залутаем по-быстрому. Тут челик, да, сидит? Да, спрыгнул, сбитый. Сбитый. Блин, ну вот сейчас прям нормальные такие фрезы были, прям сильные. Так, там вроде как зеленка фуловая. Давайте ее с вами откроем. А, и дроп, он кричит, дроп уже тоже открылся, походу. Так, желтая карта. Так, веревки, отлично. Желтую забираем. Опять веревки. Веревки это хорошо, веревки нам нужны. Ну такое, пружинки, веревки. ППШ жалко не упал. Хотя, в принципе, у нас уже ППШ есть. Можно и поесть. Что у нас в дропчике? МВК, корячок, ну хотя бы коряк. Лутай, забирай, забирай, забирай. Я уже все, я фуловую полностью. Все, поехали домой, короче. Нормально, неплохо. Неплохо вообще. ППШ подняли с типов. Что, дроп залутали, зеленку залутали. Красная карта, немаловажно, что есть. Не придется ехать на мыс и лутать, можно сразу прямиком на портите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Раскидали ботиков здесь. Здесь тоже, как вы, в принципе, в этой части порта его стоит 100% лутать. Потому что здесь стоит элитный ящик и частенько падает отсюда, ну прям скажем, неплохие вещи. Но в данный момент этого не произошло. И на втором этаже там также есть, получается, сундучок. Сейчас его откроем. Ротовная печь. В принципе, хороший бадик для печки самой, который плавит МВК. Гаражка. Все, лутайте, наверное. Так, дальше. Что дальше? Попробуем еще раз ящик зафармить. Если мы вообще оттуда дойдем. В прошлый раз лично я откинулся раза два или три. Не знаю. Но у меня часто фредит из-за записи. Ботиков расчистили. Элитный ящик лутаем. Ну, пока что не густо, но из этих ящиков падает взрыв и, по-моему, даже стволы. Считаю то же самое. А, ну, корпус для пулемета. И топ Манчета. Ну, топ Манчета понадобится для того, чтобы убивать толстячка с пулеметчиком. Вернулись с порта. И здесь новая Киба. Внутри топа три топа-то было. Вот. Возможно, это не все. Скорее всего, играет в фул. И откинули они, короче, Кибу. Не знаю, наверное, для рейда. Для рейда нашей хаты. Или, может, просто решили здесь построиться. Но, тем не менее, Киба стоит. Посмотрим, что будет дальше. Пришло время Железной Эры. Поэтому апаем нашу Кибитку. И делаем из нее танк железный. А вот. Кстати, насчет той хаты. Сейчас выйду покажу. Там все-таки, да. Скорее всего, кто-то поселился. И есть там знакомый человек Свайпа. В одном из роликов мы ребятам отдали в конце свой дом. И, по-моему, это они и есть. Насколько мы понимаем. Возможно, они здесь и построились. Те же ребята. Ну, по никнеймам пару мы заметили. Пару мы узнали. Поэтому, скорее всего, так оно и есть. Вот. Не знаю. Нам не нравится, что они рядом. Скорее всего, их придется как-то выселить отсюда. Вернее, лучше так сделать. Поэтому, ну, посмотрим. Возможно, они не будут нам мешать. А мы им тогда не будем. Не хотят они мирно жить. А, еще один идет. Не хотят они мирно жить. Стоять маленькие. Короче, начинают надоедать. Начинают под домом сидеть. Тут вообще непонятно. У нас какие-то левые типы еще под дом приходят. И либо они вместе играют, либо нет. Я что-то вообще ничего не допонимаю. Вот. Поэтому, возможно, это не... Ну, вернее, один из них точно не надоедает. Но там еще есть и другие. Типа, там по два, по три черрика приходят под хату. Что-то проверяют. Что-то бегают под забором. Стреляются. Мы выходим. Кроха с тиммейтом их просто убивают. Как бы, не знаю, забирают с них стволы. И на этом все заканчивается. Они просто приносят лут, грубо говоря. Короче, как обычно, выключил запись на самом интересном. Потом не было времени включать. Насколько я понимаю, два типа из их команды переносили сюда вещи. В этот дом. Получается, это их новая хата. С кучей эмберов сюда ехали. С фулл ресурсами. Видимо, они хотели перевозить вещи в этот дом, который возле нас стоит. Там, не знаю, уже Трофим повез 2500 скраба. Куча ресурсов. Здесь еще осталось Сера, по-моему. И там, короче, очень много. Они весь свой мейн перетаскивали. Насколько я понял. И одного мы так нокнули. И второй я его накелял на Лас Хилтилл. Или как это правильно сказать? Короче, настрелял по нему. Он просто, видимо, не знаю, запутался. Прынул тут со скалы и просто разбился. Вот как-то так это получилось. Вот. Поэтому сейчас Трофим все будет переносить. А я буду стоять чекать, чтобы они сюда не прибежали. И, в принципе, они начали лутать свои же ящики. А, еще и две сихи. Трофим говорит, две сихи, восемь динамита. Еще у меня два динамита. Вот мы сейчас за этот динамит бахнем эту хату, я думаю. Ну, железные руды еще куча. Там дерево разного. Короче, сейчас будем все заносить. Кроха там, он задипал. Он не может выйти. Но, в принципе, у него там, говорит, одна-две домейна. Поэтому сейчас просто пробахаем их. И, наверное, на этом все. А, еще восемь эмберов было. У типа, который тоже нокнулся здесь. Они, короче, полностью, не знаю откуда, но они перевозили, скорее всего, все. Вот прям вот все сюда. Отлично. Еще железные ящики я не заметил у себя в инвентаре. Они еще и с железным ящиком приехали. Хоть не нужно будет изучать. Скидываем. Сейчас Трофим тоже скидываем, короче, все ящики. Чисто показать, что в них было и сколько они нам привезли. Просто так. Я не знаю, это максимально глупо было. Сейчас Трофим сейчас скинет. Чтобы вы понимали, вот это все их ресурсы. Ну, за исключением сихи. Сихи я уже забрал две штуки. 2200 скрапов, грубо говоря. Сколько железа, камня. И все это, это жестко. Это максимальный буст. Все, как я и говорил. Взяли с собой две сихи. Немного динамита. Так, аккуратненько сейчас на голову. И ставим ее чуть правее. Кстати, ребят, таким багом ставится лестница, кто не знал. Ну, как багом. Фича уже, наверное, не баг. Кроха нас там ждет. Привет. Блудный сын. Сидит тут их, короче, кошмарит. Не выпускает. Так, да? Ну, за этой, короче, дверькой. На, эти динамит. За этой дверькой, да? Походу, там все открыто будет. Еще один динамит нужен. Накидывай. А, вампир прибежал сразу. Слева, 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 слева сидит. А, он, я понял, все. Челик АФК, да? А, нет. А, что он сидел? Просто сидел, смотрел. Так, стрелы. Сколько эмберов? Отлично, 4 эмбера. Хорошо. Что у нас по ящикам? Желтое, это... Ну, что, неплохо. Минус соседи. Только что-то мне кажется, что те типы, которые нам привезли Реса, это были... Были не их тиммейты, потому что тут как-то очень бедно. А, с другой стороны, а куда им еще было везти? Здесь хат больше нету. Они приехали прямо под этот дом с фулл ресурсами. Ну, скорее, я думаю, что это их дом. Вот, поэтому... Может быть и дорого, типа, в начале вайпа потратить Сиху и пару динамитов, но, тем не менее... Мы будем более-менее неспокойны, что... Не, может, они и продолжат играть, но уже будут на дизморале. А это меня радует. Пришло время улучшить верстакт на второй левел. О, красавец стоит. Теперь что у нас? Все доступно. Отлично. Потом, наверное, придется все равно изучать ящик, потому что я глупости сделал. Я поставил его, а нужно было его изучить просто. Вот и все. Короче, только я пошел кушать и поставил телефон на зарядку, у нас сразу начинают рейдить. Какие-то типы просто приперлись уже. Максимум 2 часа прошло от вайпа, нас уже рейдить хотят. Но это точно не соседи. Пускай, пускай ломает. Рассаживаемся. Я накидал по ним, выходите. Накидал, накидал, накидал. Мне тэпает, мне тэпает. Просто добиваем, просто добиваем их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня в углу ласт. Просто добейте его. Ой, хорош, отлично. Красавчики, красавчики отбились. Сосед идет. Соседи идут. Там хата открытая, там хата открытая. Ребята, ребята, там ящики есть. Красавчики. Сколько они динамита нам принесли? Ну че, неплохо, 11 штук. Плюс 3 ппш, броня. Спасибо большое. Не, они, конечно, красавчики, что не боялись в онлайне прийти. Хотя, с другой стороны, они, походу, чекнули меня на онлайн, чекнули кругу, потому что мы только-только вышли из игры. И сразу же они нас начали рейдить. Обратите внимание, этот момент взят из дропа. И здесь первый раз мы встретились с читером, но не придали ему значения. Я попросту не понимал вообще, где он находится, но он стоял сверху и просто прострелил меня через бетонный потолок. Вот так вот, ребят. Я подумал, что мне показалось, что меня убили вообще с какой-то другой стороны, но на самом деле он стоял сверху и просто прострелил через текстуру. Тогда я этому значения еще не придавал. Так, прямое включение. Запись вроде как пошла. Надеюсь, в этот раз все запишется. С крафтерем и динамита. Спасибо Трофиму, сделал нам все-таки ферму. Так, тебе 20. Каждому все-таки скину по 20 динамита сразу. Так, разбирайте. Тебе 20. А, окей, ты будешь прикрывать. Хорошо, поехали. И сейчас поедем. Там есть пару домиков в таких небольших кибитах, которых мы присмотрели. Кстати, соседи наши все-таки остались жить. Они там что-то развиваются, строятся. Но нам уже будет не до этого, потому что, скорее всего, после этих рейдов мы ливнем сервера. Ах да, если вы заметили, у нас появился еще один четвертый тиммейт. Вот. Он вроде как тоже ютубер. Возможно, кто-то из вас знает. Пишите в комментариях. Первый претендент на рейд. Вот такая вот киба. По-моему, если не ошибаюсь, она в онлайне. Там вроде как два типа живут. Они пару раз мешали нам, скажем так. На дропах они были. И, в принципе, мы встречались с ними уже на РТ. Не знаю, почему они до сих пор не апнулись. Вроде как печки там плавят что-то. Да, он топает. Куда мы с вами будем бахать? Наверное, в дальний угол. Хотя, скорее всего, центр будет весь открыт. Давай, Трофим. Накидывай вот сюда. Сейчас Кроху долбанет. И рейд закончится, я чувствую. Все, это последнее. Не кидай больше. Стой, 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 стой. Стой там еще. Все. Я спускаюсь. Один спит. Чекайте, кто-нибудь двери. Кто-нибудь двери чекайте. Кто-нибудь спуститесь и чекайте двери, пожалуйста. Четыре эмбера, серка, уголь. Ну, уже неплохо. Еще надо будут ящики расхреначить. Он там, он открыл. Сможешь его стутать? Через дверь. Ломайте ящики, ломайте. Окей. Патроны. Немного компонентов. Инструменты. Ну, в принципе, мы их рейдили тупо из эмбера. Да и вообще, хотя бы что-то, чтобы что-то зарейдить. Чтобы что-то подснять. Ну, в любом случае, недалеко от дома. Можно сразу завести и ехать на следующую точку. Нэкскибитка. Там, по-моему, горит. Я думаю, там 1-2 эмбера будет. Такая вот 1 на 1 кибитка. Сейчас просто дверьки бахнем. Достанем. И присмотрели хату. Там, по-моему, живут 3 типа каких-то. Но там хата плюс-минус большая. Что у нас тут? Так. Сразу эмбер чекнем. А, он пустой. Что в шкафчике? Сколько эмберов? 2? 1? 1. Ну, понятно. Дефолт. В ящике что? В ящике чисто дробовик. Нормально. В печке. А, ну и немного железа. Странно. Кстати, ему бы хватило дверь ряпнуть железо. Ладно, поехали. Попробуем зарейдить на оставшийся динамит у хату. Не знаю. Ребята очень хотят, поэтому... Получится-то получится. Нет, так нет. Вот такая хата двухэтажная. Вроде как каменная. Хотя, возможно, внутри железа. Но двери железные стоят. Пооткидывались палочки. Попробуем ее бахнуть. Челики 100% онлайне. Потому что мы примерно предполагаем, кто здесь живет. Там был челики. Были челики, которые убили нас на дропе. И, скорее всего, это они здесь живут. Ну, а им у них нормальный, кстати, был. Неплохо прям постреляли они нас. Кроху вообще с дропевика убили. У меня... Я даже не понял, меня откуда они убили. Возможно, пили в спину. Короче, я так и не понял. Ну, не суть. Прикол. Маленький стоит, просто залипает. Давай под сад. Давай под сад. Оп. Шкаф сверху? Ничего себе, в нем ресурсов лежало. Нормально. Ултайте его. На гаражку? Крохак. А, все, 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 понял. Понял, 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 понял. Сейчас выбахал гаражку. Ломайте. Двенадцать эмберов, отлично. А что такая хата бомжатская? Вообще ни стены, ничего, тупо коробка. Ломайте яички, ломайте яички, лутаем. Как мародеры налетели толпой, просто разгромили всю хату. У меня забагался. У меня забагался. Лутайте. Я не могу крутить. У меня забагались вещи. Я не могу вообще не взять ничего. Просто лутайте. Чтобы было видно, да. Ема железо. А что они не апались? Они вообще ничего не апнули. Серый сколько. Ё-моё. А что за хата такая? Дерево, серый ресурсов. У них просто миллиард. И такая бомжатская хата. Есть у кого у них слоты свободные? Там еще серый просто много, очень много. Забирайте, ребят, все выкидывайте. Весь хлам, все ненужное. И просто забирайте все. И все, можем отсюда просто уходить сразу. Все, все, можем уходить. Какой смысл? Я уже фуловую полностью. Вы там долутали до конца? Ай, ё-моё. Сейчас. Меня убили. Откуда? Тебя тоже? Откуда он сбрил? Серьезно, вас всех убил? Одним зажимом? Это походу софт. 100%. Это 100% софт, про который писал весь чат. Скорее всего, это он. Ну а далее мы специально несколько раз подъезжали к этому же дому, чтобы убедиться в том, что он 100% читер. Да-да-да-да-да-да-да, боже чел. Уже и здесь че ты, господи. Почему подобный мусор не остался в Лиусе, я вот этого не могу понять. Ну, короче, да, он софт. Ну, типа, подойдите к нему еще раз, типа, по одному, по два раза, чтобы убедиться, что он софтер. Я вот тут заспавился на территории. И тематик его здесь же, да? Да. Сейчас. Да, это софтер. Он просто выходит префом, префом в точку, жмет, пытается через стену. Да, это софт. Ну, ничего, кроха. Видосы разрабам, и все. Пускай банят бомжа. Блин, так смешно из всех хат выбрали зарейдить хату читера. Зарейдили читера, просто ору. Ну что ж, друзья, вот такой довольно-таки странный ролик у меня получилось для вас сделать. Что касаемо этого читера и его тиммейта, то, скорее всего, на момент выхода этого ролика их уже забанят. Конечно, очень печально осознавать, что в этой игре уже появились софты. Но, тем не менее, как я уже говорил в начале, в любой игре появляется софт. И он всегда был и будет, и никак это не пофиксить. Но да ладно, как-нибудь справимся, надеемся на разработчиков. Ну, а тебе огромнейшее спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Скорее всего, ты уже прожал лайк и подписался. Все важные ссылки вы найдете в описании. Ну, а я с вами не прощаюсь. Увидимся на просторах Project Evo. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok